приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзеге это сегодня вместе с вами мы вспоминаем праздник в честь тихвинской иконы пресвятой богородицы пресвятая богородицы спаси нас конечно божья матерь у нас одна а икон в честь пресвятой богородицы великое множество почему так потому что велика любовь особенно русского человека к божьей матери и иногда даже саму россию называют домом пресвятой богородицы действительно огромное количество икон и русский человек особенно любит молиться пресвятой богородицы и вот тихвинская икона это образ такой тип иконографический называется одигитрия то есть путеводительница здесь немножко напомню что в основе всех иконографических образов лежит три основных таких вот типа сложившихся где изображается божья матерь один это например владимирская икона божьей матери и такой иконографический тип называется умиление где пресвятая богородица и богомладенец прижимаются друг другу лицами изображается такая вот нежная материнская забота и в то же время такая вот скорбь пресвятой богородицы потому что она прозревает какие страдания предстоит понести вот созерцая распятие своего сына и пресвятая богородица она тем самым понимает каждую материнскую скорбь она видит всех скорбящих родителей и понимает нас когда мы молимся о наших детях второй иконографический тип вот как раз как тихвинская икона божьей матери называется одигитрия с греческого звучит как переводится как путеводительница потому что путь ко спасению это сам христос он говорил а здесь им путь истины и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня и вот божья матерь она на это на этом образе иконографическом она они не прижимаются друг друга а вот спаситель он выседает как господь вседержитель и иногда он благословляет на некоторых иконах или держит свиток или евангелие даже а вот пресвятая богородица она своей десницей ну там бывает по разу иногда он на правой стороне или на левой стороне сидит и вот божья матерь указует на христа как на истинный путь ко спасению то есть она подсказывает в ком же наше подлинное спасение да и за собой ведет всех ко христу и напомним что есть еще 3 иконографические типу который нам известен как знамени образ божьей матери она воздевает руки к небу это такой древнейший жест моления в древности по-латински вот этот образ стал звучать как аранта то есть молящиеся а на уровне груди пресвятой богородицы в таком вот круге круг символ вечности указывается на божество христа и вот в этом круге как раз изображается спаситель спас эммануил господь вседержитель который благословляет всех молящихся и вот это икона этой иконографический тип знамени он в каком-то смысле напоминает нам слова пророка исаи вот сам господь даст вам знамени все девы в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя эммануил что значит с нами бог так вот тихвинская икона божией матери и она покровительница северо-западных русских земель ведь именно оттуда приходило много угроз много опасности на русскую землю и нужно было защищать эти рубежи и нужно было особое покровительство и как раз тихвинская икона она и служила вот таким символом небесного покровительства русскому человеку она появляется достаточно давно причем очень такая интересная история ее появление это 1383 год а таким образом это вот если брать такую мировую историю это за 70 лет до падения константинополя константинополь пал в 1453 году от ударов турок осман которые конечно будучи мусульманами они ну в каком-то смысле в прямом смысле уничтожили христианскую империю византия прекратила свое существование и вот примерно в то самое время когда у нас появляется тихвинская икона то по преданию в константинополе из влахернского храма пропадает древняя чудотворная икона божией матери и в общем-то многие говорили что она как раз была написана евангелистом лукой ну как бы там не было именно 1383 год и вот у нас простые рыбаки которые на ладожском озере ловит рыбу и вдруг они видят как над водой по воздуху движется икона пресвятой богородицы в сиянии неизреченного света и рыбаки очень удивились хотели увидеть но куда дальше движется но она скрылась из их вида и просто вот сохранилась такое как бы видение да что так вот на озере рыбаки увидели некую чудесно передвигающуюся по воздуху икону и вот потом через уже 30 вверх через 30 верст от этого места в такое место смоленого там находит образ пресвятой богородицы вот именно эта икона которая известна нам как тихвинская икона и тут же люди вот сооружают часовни служит молебны действительно русский человек это некое такое уникальное явление вот если мы посмотрим сравним с историей других народов что является большей ценностью там да для кого-то там научно-технический прогресс какие-нибудь изобретения там какие-нибудь механические часы там какие тут механизмы до всякие потом то роботы появляются и так далее коммерческий успех экономика а для русского человека прежде всего святыня прежде всего конечно идея такая вот а царство божие стремление к небесному райскому царству и конечно же вещественно ощущаемые святыни и вот сами наши символы они конечно отражают высокие такие духовные ценности русского человека вообще символы это выражение ценностей для русского человека иконы особенно иконы божьей матери они служили таким вот священным символом и вот когда тихвинская икона была явлена то тут же служит молебны строит часовню начинается богослужение но что характерно это именно для тихвинской иконы при святой богородице нам это не совсем может быть понятно сейчас она несколько раз специально как бы скрывается от людей то есть она в то появляется то вдруг исчезает и потом является в другом месте и то есть в каком-то смысле для человека это ну просто вот не подвластно и получается так что она исчезает из того места потом обретают ее уже в другом совершенном месте там тоже сооружают часовню молятся и там она тоже исчезает и вот так вот несколько раз пока наконец она не останавливается на реке тихвинке ну потом поэтому и пошло название тихвинская икона божьей матери ну тут подумали что наверное может и не думали а может и думали так что наконец она обрела свое место и тоже только-только начали возводить такой деревянный храм небольшой в честь нее ну строили всем миром иногда старались за день но это если по обеду какому-то но могли там за несколько дней и вот за этот день они успели выложить для деревянного сруба храма только три венца ну то есть три ряда бревен и на следующее утро просыпаются люди и вдруг смотрят что нету не вот этого начавшегося сруба для храма не самой иконы божьей матери расстроились очень но поискали и увидели что за две версты уже на другом берегу причем места там вроде были бы даже такие вот болотистые а но все равно почему-то вот божья матерь она избирает это место там вот эти три венца бревен начавшийся сруб для храма и образ божьей матери он с восточной стороны стоит никем не поддерживаем на вот этих бревнах и вот тоже явно такое знамение явление божественного всемогущества ну и там поняли что там пресвятая богородица хочет что чтобы ее икона пребывала и решили построить там храмы в честь успения божьей матери потому что вот успение пресвятой богородицы это вообще главный богородичный праздник как ни странно и в русском народе он называется богородичной пасхой и в древности очень много храмов когда вот хотели в честь божьей матери то посвящали именно успению потому что через свое успение пресвятая богородица переходит в небесный мир а на самом деле если вот глубже посмотреть священное предание то она затем была воскрешена и она уже с телом находится на небесах то есть через успение она становится нашей небесной заступницы покровительницы для всех христиан и поэтому в честь успения ставили много храмов ну проходит несколько лет храм как сказано в повествовании древнем по нерадению человеческому сгорает там то ли свечу оставили в ночь то ли чего но икона сохранилась причем так было тоже на протяжении ряда лет трижды трижды храм сгорал и трижды обретали икону целый невредимый и потом уже на этом месте великий князь в 1510 годах там вот несколько лет строительство он строит там каменный пятиглавый собор в честь успения божьей матери и вот это что вообще значит понимаете великий князь московский да вот в отдаленном месте там на какой-то реке тихвинке строит такой собор в каком-то смысле отталкиваясь от успенского собора московского кремля а это значит что икона божьей матери она получает всероссийское значение и для москвы тоже имеет огромный смысл и действительно ведь на протяжении этих многих лет вот десятилетий веков от исконы происходили многочисленные чудеса там и прозревали слепые исцелялись безнадежно больные и было замечено что в основном больше всего вот чудес но провели некую аналитику и оказалось что больше всего исцелялись расслаблены то есть парализованы вот они не могут ходить их приносят молиться о них божьей матери там как-то вот и может окропляют святой водой после молебна или там как-то их подносит прикладывают к образу чудотворному божьей матери потом они подымаются и вот это было зафиксировано как наиболее частое происходящее чудо и василий третий строит этот храм в честь успения божьей матери специального для иконы тихвинской и там да вот во время строительства тоже было такое такой неприятный инцидент произошло обрушение ну то ли там не рассчитали вот эти архитекторские расчеты неправильно сделали то ли чего и обрушение камни завалили 20 человек и конечно молились божьей матери потом когда смогли разобрать завал оказалось что каким-то чудом они все живы остались и вот тоже поняли что пресвятая богородица она своей милостью спасла и сохранила этих людей и василий третий он потом приезжал в этот монастырь и вот молился у чудотворной кони считал что вот божья матерь она через этот образ особо покровительствует и молился в том числе он о чадороде родился у него как раз вот сын его иван грозный и понимаю что по-разному у нас оценивать но как бы там ни было дело в том что это же история наша и промысл божий по какой-то причине он дает вот тех или иных правителей не надо всегда все сваливать там на правителей может быть вот в какой-то период народ достоин своего правителя а сам иван грозный замечал он тоже считал что вот именно тихвинская икона божьей матери она ему особенно дорога и вот он приезжал туда вот в монастырь в этот ну там еще не то что это был храм все-таки еще пока не монастырь а туда вот он приезжал и перед венчанием на царство молился также он молился о том чтобы вот предстоящий поход на казань прошел благополучно и интересное такое вот тоже сведение что когда отправились уже в этот казанский поход 1552 год то остановились на привал на реке пьяне ну да и была есть такая река река пьяна в свое время она печально прославилась как бы ее название отразилось в действиях это еще до куликовской битвы там значит наше так сказать воинство которое двигалось против монгола татар вот они расположились и думали что там враги далеко вот расслабились пили веселились и монгола татар они внезапно напали и многие воины на этой реке пьяне были убиты некоторые поплыли и тоже там потонули в общем из-за того что именно предавались пьянству ну с этим ли было связано название вообще название было еще до этого сражения потом видимо переосмыслили уже на куликовском битве показали подлинную мощь русского духа ну как бы там ни было вот такая река у нас есть и иван грозный он расположился станом для ночлега рядом с этой рекой и вот именно в ночь он в видении таком ну в сонном видении ему пристала Божья Матерь точнее Тихвинская икона Пресвятой Богородицы и Божья Матерь благословляет его идти и укрепляет на ратные подвиги и конечно Иван Грозный воспринял это как такой добрый знак как благословение и действительно войскам сопутствовал успех и вот православное царство оно распространило свое влияние на казанские места но Иван Грозный он затем как вот не забыл про это явление ему и на этом месте где они станом располагались и где вот в сонном видении предстала ему Тихвинская икона он на этом месте повелел создать Троицкий монастырь ну он так и называется Троицкий на реке Пьяни монастырь туда была направлена копия Тихвинской иконы Божьей Матери а в 1560 году уже в самом в том месте где в новгородских пределах где на реке Тихвинке где храм Успения именно там вот Иван Грозный распорядился там тоже основать монастырь Богородицкий Успенский Тихвинский монастырь и вот получается что это уже определенный такой вот духовный центр России того времени люди туда тянутся идут со всех сторон тоже вот к чудотворному образу конечно монастырь он может быть был немногочислен в плане живущих вот там монахов около 40 монахов там находилось кроме того они обустроили богодельню для крестьян для солдат тех кто получали какие-то увечья вот и не могли сами за собой ухаживать их принимали то есть монастырь вел такую социальную деятельность и а люди а люди тянулись к чудотворной иконе и вот проходит какое-то время и наступают у нас смутные времена да к этому времени вокруг монастыря уже такие поселения там вот город Тихвин вырастает то есть монастырь служил таким вот центром который привлекал ремесленных людей благочестивых селян они вокруг составили посад потом вырос город и вот наступают смутные времена когда ну не пойми чего вот в начале семнадцатого века происходило и что получил мы знаем что там польско-литовские вот эти интервенты пытались захватить раздоры внутри самого правительства русского государства и там всякие лжедмитрия и прочее и вот когда шла борьба то удалось договориться со шведами чтобы они помогли в войнах против поляков польско-литовских войска и наш герой Михаил Скопеншуйский да даже сохранилась известная парсуна с его изображением который успешно воевал против поляков но так как сил не хватало то ему удалось договориться со шведами по поручению царя и вот со стороны шведов такой в помощь нашим войскам выступает тоже войско под руководительством предводителя делогарди и вместе они как раз побеждают поляков наносят там какие-то решительные удары из-за этого кстати потом троица сергиева лавра ну еще тогда монастырь троица сергиев был освобожден от длительной осады и потом что вот они даже дружили Михаил Скопеншуйский и делогарди очень близких были таких дружеских отношений вместе воевали но получилось так что кто-то из наших же отравил Скопена шуйского то есть теряемого героя полководца а в отношении делогарди они поступили не очень хорошо и царь Василий Шуйский не расплатился с ними потому что их-то приглашали как наемные войска а наемники они всегда ищут и требуют заработную плату ну и делогарди он после этого из друга так сказать превращается в противника и он начинает захватывать новгородские места 1611 год вот он там значит Новгород потом другие места и в том числе отряд своих воинов он располагает в Тихвинском монастыре вообще он хотел вот эти территории как бы как некую такую уже маргинальную республику отдать ее шведскому принцу Карлу и ну понятно что с ним вот не расплатились там несправедливо поступили но русские то люди они вообще не виноваты те кто монахи да вот миряне которые в обитель и конечно же нужно было освобождать наши святыни не отдавать же их там шведам и вот приезжает наш полководец Семен Прозоровский он ему удается изгнать вот этот отряд из Тихвинского монастыря и он защищает вот он сражается против делогарди его наемников и несколько приступов на монастырь удается отразить и вот в 1613 году удается отстоять монастырь делогарди вроде бы отступает а через год приходит вновь и с огромным войском причем внезапно получилось 1614 год и все выходят на стены монастыря защищать обитель сражаются и в храме в храме молятся но молятся кто вот старцы женщины дети ну и там некоторое число монахов да те кто не вышли на стены защищать монастырь и вот они молятся перед тихвинской иконой божьей матери прося пресвятую богородицу спасти обитель и вот в это время одной благочестивой женщине Марии сохранилось ее имя причем что про нее известно что за два года до этого она получила исцеление от тихвинской иконы божьей матери а исцеление какое была она слепой и вот после молитвы когда приложилась к чудотворному образу она прозрела получила зрение видит все и вот она значит вот в это время тоже в осажденном монастыре когда молится ей является божья матерь и говорит вот скажи защитникам чтобы образ мой пронесли по всем стенам монастыря и тогда увидят милость божию и в общем действительно взяли икону прошли вот крестным ходом с молением по стенам обители и после этого на шведов вдруг нападает какой-то непонятный страх так что они в ужасе в каком-то удаляются от монастыря от обители проходит еще какое-то время там все очень не так вот просто что ушли все это постоянные какие-то набеги были они еще появлялись один раз и тогда уже думали что ну все вот не удастся там удержать обитель конечно Семен Прозоровский он мужественно сражался да но и думали что хотя бы сохранить святыню решили тихвинскую икону унести в москву но она не подымается вот не могут ее сдвинуть с места поняли что Пресвятая Богородица не хочет оставлять обитель своим чудотворным образом и а раз не хочет значит она сама не оставит своей помощью благодатной это место и в общем получилось что то что шведам показалось что приближается какое-то вражеское войско со стороны во много численно превосходящее их и в общем ушли тоже ушли побросав оружие и таким образом удалось отстоять святую обитель кстати вот Семен Прозоровский который вот так защищал да он впоследствии впоследствии перед смертью принял монашество с именем Сергий и когда он уже умер то его похоронили как раз внутри Тихвинского монастыря вот в пределах паперти Успенского собора того собора где располагалась чудотворная икона Божьей Матери за то что вот он так жертвенно посвятил себя этому служению защите отечества и вот этой обители и вот путем таких и молитвенных стояний и воинских усилий удалось преодолеть смутное время и в 1617 году как раз вот недалеко от Тихвина где-то за 50 верст там местечко такое Столбово был заключен мирный договор со шведами и когда вот наши послы прибыли с Москвы они вначале заехали в Тихвинский монастырь и взяли список Божьей Матери там на самом деле уже были такие вот списки вот в частности была выносная икона то есть вот главная чудотворная икона которая изначально явлена она всегда находилась в храме а для крестных ходов или для того чтобы ну горожанам или там селянам в дом принести для молений каких-то то существовал так существовала выносная икона тихвинская список с нее и вот эту с этой выносной иконы отправились наши послы в Столбово и перед тихвинской иконой Божьей Матери заключили мирный договор со шведами причем согласно этому договору шведы они признавали династию Романовых то есть они согласились на официальное признание царя Михаила Романова официальным царем потому что они там ну до этого думали может Новый Родкабыкси себе там да туда шведского принца да поляки хотели своего короля поставить в Москву вот а Господь он судил иначе и потом наши послы вместе тоже с тихвинской иконой отправились в Новгород принимать освобожденный город потому что по этому договору полагалось вернуть Новгород России да и был еще кстати другой тоже список это ополченная икона тихвинской иконы Божьей Матери которая в ополчениях носилась и в частности во время войны с Наполеоном в 1812 году было тихвинское ополчение которое с этим образом участвовало в войне и потом даже там по краям сделали такую памятную надпись что вот братья и соотечественники что вот мы делаем надпись помолитесь помолитесь сказано там за защитников отечества и пусть это будет вам тоже в пример вот для себя для подражания чтобы мы учились вот так вот стоять за веру и отечество то есть тихвинская икона Божьей Матери она часто сопутствовала вот таким победоносным сражением воинам когда мы отстаивали величие и славу нашей державы и еще надо вот что отметить что во время Полтавской битвы это конечно чуть раньше 1709 год и фельдмаршал Петр Шереметьев да который был таким достаточно выдающимся полководством и кстати его очень уважали его солдаты и с любовью к нему относились даже сочиняли песни в его память потому что он ну по-человечески относился к своим солдатам да а вот заграничных тоже наемных как бы офицеров он не очень любил и вот он Петр Шереметьев очень ценил и любил Тихвинскую икону Божьей Матери и там даже так вот исторические сведения рассказывают что Полтавская битва она должна была начаться в день празднования Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы но Шереметьев он уговорил Петра первого что вот этот день посвятить богослужению молитве и начать сражение уже на следующий день и действительно сражение началось на следующий день и вот в этом бою Петр Шереметьев он там как получилось так что пуля пробивает его доспехи даже пробивает рубашку но не задевает его тело и он сам понимает и чувствует что это покровительством Божьей Матери состоялось вот такое чудесное спасение и впоследствии в своем имении он создает тоже вот монастырь женский монастырь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери конечно когда наступили безбожные времена от революции 1917 года то монастырь хоть не сразу но был закрыт и Тихвинскую икону вначале в сам город Тихвин там она в церквах находилась а потом ее забирают в музей ну слава богу хотя бы не уничтожили и после этого открывается новая такая страница вообще история потрясающая как иконы Божьей Матери она путешествует по миру всему и до самых дальних краев дошла наступает вторая мировая война значит давно потом Великой Отечественной сорок первый год и что получается что вот эти территории они захвачены немцами ну конечно промысл Божий он через разные вот такие вот действуют тоже и человеческие странности да немцы они думали что если они будут разрешать религию на своих местах ну вроде как люди будут за их режим то есть конечно люди обрадовались когда в храмы ходить но это не значит что они стали за фашистов и вот немцы они забирают из музея икону Тихвинскую зная что она представляет ценность для верующих и перевозят ее во Псков и там конечно вот духовенство наше православное оно уговорило немцев передать им икону вот слава богу что это было сделано да и уже по воскресным дням в Пскове в собор выносили икону и люди могли подходить прикладываться молиться а как мы знаем потом значит идут вот годы да и фашисты начинают проигрывать и подступают советские войска но тут вот испугались что вдруг икону ее просто уничтожит и в огне войны да или там попадут попадет она в руки каким-нибудь атеистам ее перевозят в Ригу и там в городе Риге она попадает в руки архиепископу Иоанну Гарклавсу архиепископ Иоанн Гарклавс ну тогда он был просто епископ рижский он такой достаточно благочестивый пастырь архипастырь и он так еще любил повторять и откуда мне сие да приедет Матерь Господа моего ко мне это из Евангелия когда Елисавета встретила Пресвятую Богородицу да а вот архиепископ Иоанн тоже вот как само посещение Божией Матери воспринял появление этой иконы и он как раз стал хранителем хранителем чудотворного образа и вот поскольку в Советском Союзе еще царство безбожный режим да то а самому архиепископу Иоанну ему не удалось вернуться тоже вот на родину он вынужден был эмигрировать и в итоге он вообще приезжает в США и поселяется в Чикаго и вот там он становится уже архиепископом в Чикаго и там у него икона хранилась да причем у него был приемный сын Сергий который стал священнослужителем Сергий Гарклавс и вот архиепископ Иоанн он так завещал что икону надо непременно будет вернуть на родину на место в тот родной монастырь откуда она была взята но при двух только условиях во-первых это падение безбожного режима в Советском Союзе и конечно это казалось очень странным как это может такое быть да но тем не менее это состоялось и второе условие это возрождение Тихвинского Успенского Богородичного монастыря и в общем в девяносто пятом году стали возрождать обитель поскольку все это состоялось то уже преемник архиепископа Иоаннов как хранитель иконы чудотворной протерей Сергий Гарклавс он в общем это решил выполнить обещание хотя мы понимаем что ну представьте себе такая древняя икона да и просто так вот взять и отдать ее да при этом что удивительно ее ни разу не украли за все это время она не погибла потому что ну сами знаете что преступников которые воруют святыни ну там или с какими целями продать или уничтожить их очень много по миру но тем не менее эта икона сохранилась и и США в 2004 году она возвращается на родину и помещается в Тихвинском Богородицком Успенском монастыре и вот представьте себе икона хранится именно в монастыре а не где-то в музее это ведь нонсенс в каком-то смысле такие старинные иконы стараются их хранить только в музеях при особых режимах а тут до сих пор она там и все кто желают могут посетить это место приложиться помолиться перед святой чудотворной иконы напомним что действительно множество чудес от нее вот с древнейших времен исходило и для нас это огромная милость Божия вот так братья и сестры мы вспоминая Тихвинскую икону при святой богородице должны конечно увидеть просто вот необычный такой путь да и чудесное ее появление как она появлялась исчезала да и потом как она помогала во время самых разных вот таких скорбных обстоятельств в истории нашей родины как она сделала путешествие в сша вернулась и во всем этом проявляется милость божией матери к нашей родине к россии то есть пресвятая богородица она благословляет наш народ да она покровительствует в каком-то смысле вот земле русской и это надо ценить и соответственно тоже каждый день молиться Божией Матери ну не обязательно перед Тихвинской потому что повторим что образов вот много Пресвятой Богородицы но сама Божья Матерь она у нас одна и ей мы молимся чтобы она своим небесным покровительством не оставляла русскую землю Пресвятая Богородица спаси и храни всех нас Аминь Внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok